Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцеву, пастору Церкви Слово Благодати. Пастор Алексей, скажите, нормально ли христианину иногда сомневаться в Боге? Естественно, но ненормально. Когда мы говорим о отношении христианина к Богу или с Богом, то здесь есть несколько граней. И даже сам вопрос, который был поставлен, он может иметь несколько разных смыслов или касаться несколько разных сфер наших взаимоотношений с Богом. Наверное, первое — это то, что иногда люди, верующие люди, переживают какой-то кризис, когда они сомневаются вообще в существовании Бога. Это происходит по ряду причин и в ряде ситуаций. Я знаю молодых людей, которые выросли в семьях, где их с детства приучали к тому, что Бог есть, и они как бы жили верой своих родителей. И вот потом наступает период, когда они уже не могут больше жить верой своих родителей, и им нужно иметь свою собственную веру. И вот в этот период, когда происходит это переключение с одного варианта жизни на другой вариант жизни, мы иногда встречаем людей, которые, казалось бы, верили в Бога, и потом начинают в нем сомневаться, и потом вновь обретают эту прочную уверенность в том, что Бог — это действительно реальность. Это одна ситуация, как это происходит. Иногда в каких-то сложных переживаниях, когда человек, не имевший достаточно глубокого духовного роста, которого роста или зрелости не хватает при определенной нагрузке, когда чрезвычайно сложные обстоятельства обрушиваются на человека, и он не может найти им объяснение, и он плохо знает Бога, недостаточно знает Бога, и он где-то начинает допускать какие-то мысли относительно того, контролирует ли кто-либо вообще это все, и так далее. Так вот, как я сказал, что это естественно. Почему это естественно? Естественно, потому что мы все нуждаемся в росте, в духовном росте. Естественно, потому что мир, который нас окружает, функционирует, исходя из совершенно других принципов, и он оказывает на нас давление. Естественно, потому что дьявол существует, который реально подталкивает человека к разным формам отрицания Бога, по самым разным причинам, в самых разных обстоятельствах. Так вот, для того, чтобы человек мог не сомневаться в Боге, как в его существовании, так и в его верности, есть только один рецепт. Нужно его больше знать, то есть нужно больше познавать Бога. Познавать Бога мы можем практически через несколько источников. Самый первый источник – это то, что мы видим в окружающем нас мире. Чем больше и глубже мы наблюдаем за тем, что происходит вокруг, тем больше мы приходим к абсолютному выводу того, что существующий вокруг нас мир – это мир, который создан Творцом, очень умным, очень могущественным, очень благим, очень добрым. Кроме того, мы изучаем Бога, познавая Его Слово. Мы видим, как Бог открывается в Слове, объясняя нам реальность происходящего вокруг нас и в нас самих. Кроме того, мы познаем Бога из нашего личного отношения с Ним, из нашей молитвенной жизни, из нашего осознания Его, из нашего доверия, практического доверия Ему, самого себя, наших обстоятельств, людей, которые нас окружают. Таким образом, комплекс этих явлений, он позволяет каждому христианину, каждому человеку укрепляться в познании Бога достаточно, чтобы доверять Ему полностью свою жизнь и, конечно же, не сомневаться в Нем. Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте слово.org, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio.at.slava.org. Благослови вас Бог! Субтитры создавал DimaTorzok